МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Это здание стоит неподалеку от Невского проспекта между Садовой улицей и каналом Грибоедова, бывшим Екатерининским. 29 декабря 1768 года был обнародован манифест Екатерины II об учреждении в Санкт-Петербурге и Москве государственных банков для обмена ассигнаций. Введение бумажных денег объяснялось тягостью медной монеты, затруднявшей ее обращение. Ведь еще в 1748 году, когда Елизавета Петровна наградила Ломоносова за написанную им поздравительную оду двумя тысячами рублей, то выданную ему медными деньгами сумму пришлось ввести на двух вазах. Ассигнации, которые всегда могли быть обменены на медную монету, имели номинал в 25, 50, 75 и 100 рублей. Но так как 25-рублевые ассигнации с легкостью стали переделывать в 75-рублевые, то для борьбы с этим было принято изумительное по простоте решение изъять денежные знаки номиналом в 75 рублей из обращения и прекратить их выпуск. А для проведения обменных операций были основаны специальные банки. Для возведения ассигнационного банка в столице использовали огромное пепелище на месте сгоревших лавок морского рынка от Садовой улицы до Екатериненского канала. Здание банка стало первой большой работой в Петербурге Джакомо Кваренги. Джакомо Антонио Доменико Кваренги – архитектор и живописец, один из ярких представителей классицизма. Основные постройки – Академия наук, Эрмитажный театр, Конногвардейский манеж, Смольный институт. Строительство банка велось с 1783 года по 1790 год. Подковообразное здание денежных кладовых было соединено двумя галереями с находящимся в центре главным трехэтажным корпусом, перед которым зеленел сад. Центр фасада главного здания отмечен стройным портиком из шести коринфских колонн, установленных на рустованной аркаде. Фронтон здания венчают три женские статуи в античных драпировках. Торцовые фасады кладовых, в которых были устроены кардегарди и караульни, выдвинуты на линию Садовой улицы. В центре каждого из фасадов глубокая лоджия, отделенная от тротуара мощными колоннами. А создавая чугунную ограду, Кваренге взял за образец свой рисунок ограды летнего сада. Монеты в кладовые банка привозили на баржах по Екатерининскому каналу из монетного двора Петропавловской крепости. Но с 1799 по 1805 год, пока в крепости строилось новое его здание, именно здесь для чеканки денег и медалей был организован монетный двор под названием Банковский. В 1860-х годах в особых павильонах регулярно сжигали непригодные для дальнейшего обращения бумажные деньги, что привлекало на Садовую улицу множество любопытных. В 1817 году красивая каменная ограда в виде аркады появится на набережной Екатерининского канала. Ее автором станет архитектор Луиджи Русско. В 1826 году по проекту инженера фон Треттера через канал напротив банка будет переброшен пешеходный цепной мост, украшенный фигурами грифонов с позолоченными крыльями скульптора Соколова. И тогда будет окончательно сформирован образ еще одного мистического уголка Санкт-Петербурга. А в 1967 году перед портиком главного корпуса здания, где ныне располагается Университет экономики и финансов, был установлен бюст архитектора Джакомо Кваренги. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok